Друзья мои, я только что сделала медовик, видео можете найти у меня на канале, на примере классического медовика рассказала, как делать медовые коржи, чтобы получить тот или иной результат, чтобы проконтролировать весь процесс и получить желаемый результат. Или плотные коржи, тающие во рту, или нежные, воздушные и так далее. Ну а сегодня будем делать мужской идеал, классический мужской идеал. У меня много вариантов, но как всегда начнем с классики. Для теста нам нужно 8 яиц, 2 стакана сахара, мед, сода, еще мука и, кажется, ничего не забыла, и 2 стакана орешков. Один стакан для того, чтобы украсить, а второй, чтобы добавить в крем. Очень много разновидностей и идеалов. В одних вариантах есть масло, даже есть со сметаной и так далее. Мой вариант очень-очень простой, его делать очень-очень легко. Я даже уже включила духовку, чтобы времени не терять. Так быстро все это происходит. Масса увеличилась в объеме, вот так, почти втрое. Теперь добавляем мед. Мед у меня жидкий. Я подогрела на огне и он стал жидким. Знаете, если в рецепте у вас написано 2 столовые ложки меда, 3 столовые ложки, имеется в виду именно жидкий мед. Если густой, очень густой у вас мед, то вы ошибетесь в количествах и можете испортить ваше тесто. Так что можете подогревать на огне, на очень низком огне или поставить вот так прямо миской в горячую воду и мед станет вот таким жидким. И можно уже использовать, не ошибетесь в количествах. Три столовые ложки меда, как сказала уже. Все, долго уже взбивать не надо. Нужно, чтобы только мед перемешался с остальной массой. Друзья мои, очень во многих рецептах грецкие орехи добавляют прямо в тесто. Мы так не любим, я добавляю вместе с кремом. Вы можете этот самый стакан рубленых орешков добавить прямо в тесто. Как вам удобно. Я всегда говорю, что если в составе теста есть натуральный мед, этот мед обеспечивает кислую среду для соды и нет необходимости добавить в это тесто уксус. Но в этом случае мы уксус добавляем не для того, чтобы обеспечить эту самую кислую среду. Просто уксус дает такой приятный цвет, который и украшает наш идеал. И вообще идеал бывает обычно именно этого красивого янтарного цвета. Но вы знаете, если вы заменили мед ненатуральными сиропами или ненатуральным медом, знайте, что в этом случае в любое тесто нужно добавить уксус, чтобы обеспечить эту кислую среду, которую вы по сути заменили искусственными сиропами и так далее. У меня 9% яблочный уксус, самый обыкновенный. Добавляю столовую ложку. Я неправильно делала, над миской нельзя держать ложку, когда добавляют уксус. Вы моих ошибок не повторяйте. И, конечно, соду добавим вместе с мукой. Одну хорошую чайную ложку соды с горкой. Тут уже эту пышную массу нужно перемешивать или венчиком, или лопаточкой. Вот так, снизу вверх, чтобы эта масса не осела. Все, наше тесто готово. Друзья, моя духовка у меня давно уже включена, она уже разогрелась. Температура 180 градусов. Делим тесто на глаз на 3 части и печем на этом противне. Вот, смотрите, сколько у нас тесто вышло. Все, уже в духовку. И так делаем со всеми тремя коржами. Уже пришло время делать крем. Крем у нас самый простой. Взбиваем сливочное, мягкое сливочное масло со сгущенкой, с вареной сгущенкой. Масло нужно взбить до бела и потом по ложечке добавить туда сгущенку. И очень важно, что оба ингредиента должны быть комнатной температуры. А то у вас крем не получится, будут проблемы. Сначала добавляем маленькими порциями, потом уже немножко больше. Для пикантности вкуса я сюда обычно добавляю коньяк. Чайную ложку или столовую. Вот так. Если не хотите, чтобы у вас возникли проблемы с масляным кремом, при взбивании нужно добавить, ну можно добавить пару капель растительного масла. Орешки я порубила крупно, чтобы они попадались и хорошо хрустели. Продолжение следует... Вот такой у нас воздушный и очень-очень мягкий идеал получился, друзья мои. Я вместе с маслом обычно добавляю также и заварной крем. На этот раз не добавила и все прекрасно. А я с вами прощаюсь. До новых встреч на моей кухне. Пока-пока.